В ночь на 19 января православные верующие отметили крещение Господне. В этот день церковь вспоминает крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Благочинный церкви Видновского округа Дмитрий Березин совершил чин освящения воды в деревне Богданиха. Сегодня мы собрались, чтобы с благоговением, кто хочет, желает погрузиться в эти святые воды, кто хочет, может их набрать немножечко себе, и для того, чтобы вместе помолиться о том, чтобы Господь освящал нашу с вами жизнь, даровал нам свою благодать и свою милость. Освящению воды предшествует праздничная служба. В храме следует исповедаться, причаститься, а затем прослушать литургию. В день крещения принято не только пить святую воду, но и окроплять ее и жилые помещения. По сложившейся традиции православные окунаются в специально подготовленные купели. Традиция окунания в прорубь, в общем-то, это традиция, ну, можно назвать ее народная, вот не скажу, что она особо древняя, но достаточно интересная. Но, с другой стороны, автономно просто окунаться в прорубь, да, и не ходить на службы, это, наверное, не совсем правильно с точки зрения верующего человека. После того, как первым обрядом овения совершил отец Дмитрий, все желающие смогли погрузиться в воду. Кайф. Просто. Лучше не бывает. Типа очень хорошо. Жарко даже. Я в первый раз, поэтому очень холодно. Но все равно мне понравилось. Замечательно. Прекрасные ощущения. Слава Боже, отлично. Даже очень тепло, бодрит. Первый раз просто неожиданно. Новые эмоции. Всего в Ленинском районе для крещенских купаний было организовано 11 купелей. На местах дежурили сотрудники полиции, медики и представители спасательных служб. Сегодня, в день Великого Крещенского праздника, обеспечивается безопасность со стороны Мособлспаса, МЧС России, полиции, Росгвардии. Я думаю, что все будет хорошо. У нас сумка экстренной помощи. Если никогда кому-нибудь будет плохо, мы окажем эту экстренной помощь. Но я сколько раз уже дежурю, несколько, уже лет 15. Но не раз такого случая не было, слава Боже. Мы уже не первый год именно в этом месте. У нас, к сожалению, в деревне Богданиха нет пока еще церкви. Надеемся, что будет в скором времени. Но уже не первый год у нас проходит вот эта добрая, хорошая традиция. Место для купаний на водоеме в Богданихе зарекомендовало себя высоким уровнем организации. И сюда приезжают люди, в том числе из Москвы. Я уже четвертый или пятый год подряд. И причем в это место езжу. Мне здесь нравится хороший спуск в воду. И там песочек, они как везде деревяшечки. Поэтому езжу сюда. В этом году обряд омовения в купелях Ленинского района совершили более 6,5 тысяч человек. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.